Друзья, всем привет из ЖМТ. Это, можно сказать, смело пригород Анапы. Рад представить очередную коротенькую зарисовку. Самое главное, все, что нужно знать о этом месте отдыха. Не, ну ладно, лошадей на пляже я, может быть, и видел, так предположим. Но вот с этой стороны уже гуляют верблюды. Вот верблюдов я точно не ожидал увидеть. Как он гордо топает, а? Я думаю, катают за деньги, сейчас узнаю подробности. Ай, красавец какой, а? Да, стоит 300 рублей покататься там, по кругу, туда-сюда объяснили. А теперь о неприятном. Что еще также можно встретить на пляжах ЖМТ? Не самое чистое море, далеко которое до идеала. Водоросли. И уже это море отдает соответствующий запах. Технологии там 10D не придумали. Так бы я с удовольствием с вами поделился. Ну, как сказать, с удовольствием. Просто поделился бы. Видно, да? Что здесь за море и что оно из себя представляет. Такая проблема есть в целом на всех песчаных пляжах Анапы. Кто-то мне под прошлыми моими видео говорил, да можно найти в Анапе и чистый пляж. Ну вот мы приехали в прошлый раз в Анапу, такую картину наблюдали. Это числа 10 июня было. Потом приехали в Витязево. То же самое. Вот мне говорят, надо идти и найдешь все равно чистое море. Вот я прошел с ЖМТ в левую сторону, наверное, метров 500. Прошел, чище не становится. Думаю, если вправо идти до Витязева, то та же самая картина будет. И это еще более или менее чистое море. Я знал бы, что здесь чище прогулялись бы досюда. А сейчас покажу место, где остановились мы, непосредственно купались. Стандартные развлекухи. Таблетки, бананы, гидроциклы. 2000 рублей 10 минут гидроцикл. 500 банан и 600 таблетка. El Clasico, по-моему, средняя цена. С этой стороны водоросли, которые ранее выбросило на берег. Сверху припорошило песком. Такие прям... О, еще. Такие черненькие цвет ива. А запах... Все, как я люблю. Обращу внимание на небольшое количество людей на пляже. Да, приезжая в разгар сезона в Анабу, но уже смело, можно сказать, начинается разгар сезона, эта территория была просто переполнена, наверное. Сегодня хоть шаром покати. Приезжайте, отдыхайте, кайфуйте. А вообще, в целом, в GMT мы сегодня посетили парк аттракционов. Умеренная цена, приятно удивила. 150 рублей мы катались на автодроме. 150 рублей за машинку. Очень приятно, на самом деле, было. Это какой-то там бонус, акция идет. А также посетили комнату страха. Но об этом расскажем подробнее в нашем полном обзоре GMT. Узнаем по поводу лошадки. Нет, это не катают. И сказали, близко к этому коняке не подходить. Легнет мало не покажется. Надя, твои впечатления о этом пляже, расскажи. Мне не нравится тут. Ну, само джина-то мне нравится, а пляж как-то не очень. Почему? Попахивает тут невкусно. Попахивает? Вот, чтобы потом не говорили, что я наговариваю здесь. Да, место как раз, где мы купались. Еще раз повторюсь, здесь гораздо грязнее вода. Просто какое-то болото, жижа. Вот так, лево-право вожу, а потом, не знаю, пишут в комментариях, что я вру. И эта камка, она полезна для кожи. И вообще, в целом, Анапские пляжи самые лучшие в мире. Да, на самом деле, если отплыть подальше, может быть, метров 50, вода будет гораздо чище. И так, я метров через 120 скрыл свой рост. Скажу, да, действительно, там вода почище. Ну, и, кстати, сейчас поговорим о погоде в целом, о температуре. Вот, здесь уже можно наблюдать, да, действительно, вода будет почище. Дной берег здесь исключительно песчаный. Лишь небольшая такая полоса, может быть, метр шириной. Вдоль всего побережья идет из ракушечника. Самое время замерим температуру воздуха и воды. Значит, на 7 часов вечера 23 градуса. Это у нас воздух. Сейчас зайду поглубже, замерю воду. 20 градусов ровно. Да, похолодало. Все подписчики, все жалуются, что на каждом курорте пишут, начиная от Лазаревского и сюда до Анапы, и Бета, и Джубга, и Лермонтов. Все пишут, прям в одночасье вода резко стала холодной. Может, какое-то холодное течение приплыло, какой-нибудь Гольфстрим, не знаю. А вообще, такое наблюдал. Ну, год назад точно было, по-моему, года 3 назад в июне месяце упала температура до 14 градусов. Поэтому, такое бывает. Ну, в общем, я не знаю, по-моему, какое-то немного негативное видео получилось. А в целом, Джемете, ну, кроме моря, действительно, нам здесь нравится погулять по дюнам бесконечным, пофотографироваться, так мы заказали целую фотосессию, но об этом расскажем поподробнее в нашем полном обзоре Джемете. Следите за нашими новинками. Обнял, приподнял.